Так, всем привет, дамы господа, добрейший денючек, с вами Криптов Тейв, для некоторых он не добрейший, потому что некоторые люди участвовали в ланчпаде, и тут же сейчас Матик, и все ланчпады Бинанса терпят какой-то сущий крах, и сейчас мы видим, что Матик просто проваливается на днище, минус 33% за последние сутки, ну и, естественно, такая же картина у нас видна с такими ланчпадами, как Целлер, Фэт и другие. Ну, соответственно, это фиаско, потому что я считаю, что здесь явно кто-то закупал из неопытных людей, и вот практически словили просадку наполовину, но что хочется сказать по этому поводу, я считаю, что такие проекты отнимают ваши биткоины, отнимают вашу криптовалюту, вместо того, чтобы инвестировать в биткоины, и не дуть в усы где-то 6 месяцев, и ждать, пока он вырастет. Люди просто гонятся за легкой наживой, и не тут-то было, их постигает дамп, и практически они теряют деньги. Что касается некоторых других, криптовалют, биткоины свой помпанулся, однако, этой монеты нету на Бинансе. Монета спекулятивная, соответственно, такой памп был вызван тем, что в монете, а именно в ракете, никого не было. Да, возможно, сейчас уже люди есть, после того, как монета выросла на 70%. Что касается других монет, все тот же растет Бинанскоин, но единственный проект, в который нужно инвестировать, и в котором мы в лонге находимся еще с момента 6 долларов. А конкретно в марте в VIP у нас продолжался лонг, когда монета имела стоимость 15 долларов, и заявлялось, что она переплюнет 25 долларов за одну монету. Что касается биткоина, сейчас нужно отметить, что у нас вырисовывается боковик, как и, в принципе, вчера я рассказывал вам, то, что этот боковик, он, в принципе, убивает волатильность на рынке криптовалют. Однако, в таком боковике могут стрелять альткоины, но сейчас мы видим, что биткоин просто снизил волатильность всех альткоинов, и мало того, что он сам стоит на месте, альткоины тоже стоят, по факту, тоже на месте. Хорошо, хоть не проваливаются при малейшем снижении биткоина, как это было до этого. Что касается лонговых шортовых позиций, лонгов у нас больше, и также их больше на BitMEX. На бирже BitMEX лонговых позиций составляет 388 миллионов, это 65% против 35, и всего лонговых позиций у нас 62% против 38. Ну, практически сейчас, ну, кого нужно брить, я считаю, что лонговая позиция, однако, все-таки киты вынуждают покупать биткоин тех людей, которые слили его по 6000 долларов. И я считаю, что ключевые отметки это 8408600, и здесь пока что нужно выжидательную позицию принять для тех, кто слил биткоин по 6000 долларов. Что касается, значит, самого биткоина, то, что аналитики предсказывают, что он вырастет до 9500 долларов. Ну, и аргументация, почему, значит, этот аналитик в лонге, то, что ETF просто задерживается. И также нужно отметить, что по факту мы стоим по теханализу выше, торгуемся выше, и следующий тест это 8200 долларов. Это будет седьмой тест, и, значит, этот аналитик уверен, что этот тест будет пробой. Пробой, который будет способствовать росту биткоина на 9300 долларов и в дальнейшем на 9500 долларов. Но я считаю, что это просто теханализ, тыканье пальцем в небо, и практически то, что мы видим на недельке, действительно, биткоин вырос. Но коррекцию никто не отменял, и действительно, если биткоин здесь откорректируется, а не будет набирать объемы, поскольку тень вниз способствует тому и говорит нам о том, что здесь все-таки набираются объемы без падения. И если в конце недели мы будем все-таки видеть биткоин, который закрепится на 8000 долларов, то, конечно, тут, возможно, тузымун, поскольку здесь набирались объемы, набиралась покупка. И в дальнейшем мы, возможно, увидим, опять-таки, вторую вершину, которая будет, возможно, ввести биткоин на 10, а то и больше 1000 долларов. Но, опять-таки, здесь нужно подождать, попридержать коней, потому что покупатели сейчас действительно слабые, и мы видим, что биткоин отбивается от уровней спротивления 8100 долларов и не может закрепиться свыше 8000 долларов, что говорит о том, что слабость на рынке присутствует и подвох в чем-то доесть. Но, что касается биткоин-халвинга, ровно через 365 дней он произойдет, и биткоин взлетит до 55000 долларов, предполагает, за счет того, что будет уполовинивание награды вдвое. Чем сложнее будет майнить и добывать биткоин, тем выше будет его стоимость, тем выше его будет спрос при росте цены самого биткоина. А вот, что касается криптовалюты Ethereum, они объявляют, что потратили 30 миллионов долларов на развитие сети, и здесь говорится, что они готовы к Ethereum 2.0, который будет быстрее, который будет лучше своего предшественника. Также они анонсировали плазму масштабируемость, которая была еще анонсирована в 2017 году, однако с тех пор это все еще делается. Ну и сейчас они предполагают, что Ethereum будет развиваться, и они будут способствовать тому, чтобы Ethereum рос и рост не только в цене, но и рост технически и технологически. А что касается Ethereum и транзакции, они значит возросли на 44% всего за 3 месяца, и естественно сейчас транзакции находятся выше среднего. Это говорит о том, что Ethereum не только бычий, имеет стоимость сейчас 240 долларов, это больше, нежели он стоил несколько месяцев назад, и больше втрое. По сути и по факту Ethereum дал X3 с отметки 80 долларов. Ну и также возросли транзакции на 44% в течение последних 3 месяцев. Что касается Брайана Келли, он заявил, что институциональные инвесторы уже приходят, и значит ралли связано с институциональными инвесторами. И когда в мае 2020 года случится халвинг, а именно уполовинивание награды с биткоин, значит это будет комбинация большого спроса, и мы приближаемся к этому периоду, когда у нас будет сокращение предложения. И это, как правило, очень оптимистично заявил он. Что касается представителей Центрального банка Китая, они заявили, что владение биткоинами и их обмен между частными лицами вполне законны. И владеть биткоинами в Китае законно заявился он. То есть это говорит о том, что Китай не против биткоина, наоборот они все это даже могут поощрять. И, соответственно, сейчас это положительная новость для биткоина, однако биткоин никак не реагирует на новости, несмотря на то, что новость положительная, биткоин торгуется ниже 8000 долларов. Соответственно, здесь можно сделать вывод, что ни отложенные ETF, ни взлом биржи Binance, ни какие-то манипуляции с BitFenix и тизером никак не влияют на курс биткоина, а только забивают голову тем людям, которые сейчас смельтешатся инвестировать биткоин, не инвестировать, продавать или не продавать. Что касается СМИ, они заявили, что тизер принял факт инвестирования в своих резервов биткоин и, соответственно, по их словам, прокуратура хочет ограничить инвестиции тизера в разнообразные инструменты, поскольку ей не нравятся некоторые из них. Также представитель компании настроил на том, что в биткоин была вложена лишь небольшая сумма. В публикации у 25 февраля было указано, что тизер берет не только фиат и его эквиваленты, но и компания действительно делает другие инвестиции, включая покупку других активов, включая биткоин. Что касается рынка криптовалют, в принципе, уже было понятно и сейчас понятная картина, что здесь закупались киты, была консолидация и действительно здесь мы видим, что были объемы. Эти объемы действительно выросли. Здесь, в принципе, были тоже некие объемы, когда биткоин был в боковике, но по итогу хочу сказать, что огромные объемы это на внебиржевых рынках. И нужно отметить, что на бирже официально на Binance или на другой никто не будет сверхобъем показывать и закупаться, однако они были, но на внебиржевой торговле OTC там еще больше объемы. И, соответственно, я считаю, что здесь была закупка, теперь остается понять, куда ведут цену и где будут делать вот этот самый огромный дамп. Как раз таки вот этот огромный дамп этого движения должен быть уже скоро, но на самом деле можно предполагать все, что угодно, учитывая настроение толпы, а толпа готова ловить биткоин по 6 тысяч долларов, но дадут ли это толпе сделать, я считаю, что маловероятно. И, скорее всего, толпа будет откупать биткоин по 9-10 тысяч долларов с точки зрения логики антитолпы, так куда разумнее сделать, нежели продавать дешевый биткоин по 6 тысяч долларов. А, соответственно, я считаю, что имеет место быть такая теория, что толпа будет покупать все-таки биткоин не по 6 тысяч долларов, не дешево, а дорого по 9-10 тысяч долларов, а затем киты сделают дамп. И, в принципе, это будет вполне оправдано с точки зрения маркетмейкера, с точки зрения прибыли. Это, в принципе, все сыграет на руку кому? Кита. Поэтому я считаю, что ситуации могут быть самыми разными, но также нужно учитывать гэп на CME, который у нас образовался в 1000 долларов. И нужно отметить, что этот гэп биткоин может закрыть. И зачастую биткоин закрывает этот гэп, и гэп на CME зачастую закрывается. Здесь мы видим, что этот гэп закрывался, тем нею, вниз. И сейчас, скорее всего, будет то же самое. Просто будут закрывать не 6 тысяч, а 7 тысяч долларов. Имейте это в виду. Ну, а с вами был Криптовтейв. Всем удачи, всем пока и до новых встреч.